Реутов избавят от рекламы спайсов. В ходе первого рейда закрасили объявление на двух улицах. Найти всех городским властям помогают волонтеры. Как идет работа, видел Владислав Момот. Улица Южная от станции метро буквально пестрит рекламными объявлениями. Одни написаны на асфальте, другие, как здесь, на стене дома. Вроде бы продается соль. Но под этим объявлением скрывается реклама курительных смесей. Курительные смеси или так называемые спайсы. Продавцы этих препаратов проще всего уходят от закона. Меняют формулу вещества так быстро, что ее не успевают прописать в списке запрещенных. Еще одна особенность – вот такая реклама. Не сразу догадаешься, чего. Знаете, что это за объявления такие? Нет, нет, не в курсе. А знаете, что это такое? Рекламируете? Нет. Наркотики рекламируют. Как бороться? Как бороться? Ну, желательно затирать, конечно, это все. Но просто они очень быстро заново все появляются. В Риотове на тропу войны с незаконной рекламой выходят обычные школьники. Волонтеры взяли в руки кисти, краски и приступили к работе. Ребята должны понимать, что спайсы – это не то, что им надо. Они могут сломать себе жизнь. Не надо звонить туда. В Риотове спайсам объявили войну, причем на высоком уровне. Баллончиками с краской работают даже сотрудники городской администрации. Вместе обходят весь центр. Странные телефонные номера находят в основном на коммунальных строениях, тепловых пунктах и электроподстанциях. Привлекаем внимание жителей, просим сотрудничать, звонить нам, сообщать, фотографировать, чтобы мы могли оперативно удалять эту информацию. Потому что, конечно, нам совершенно не надо, чтобы наши дети, наша молодежь видела, читала, звонила, интересовалась, что это такое. Акция «Антиспайс» продолжается. В Риотове ее объявили бессрочной. В проведении надеются на помощь горожан, причем не только информационную. Владислав Момот, Алексей Золотарев для РТВ.